Сладенького захотелось? Кто здесь? Это ты, Рельб? Звучит как анекдот. В доме всего два лилипута. Они встречаются на столе, и один другого спрашивает. Это ты? Я спрашиваю, это ты, Рельб? А зачем ты залез туда, Флим? Я хотел пить. Увидел недопитый чай на столе, и мне захотелось его выпить. А что у тебя за поясом? Фляга. Фляга. Зачем? Почему ты меня допрашиваешь? Потому что ты заврался, и не хочешь сказать правду. Ты, Флим, и не собирался пить чай? Ты хотел отнести его Бетти? Ну и что? Ты заврался, Флим. Посторонний мужчина. Устраивай чайпитие с моей женой. А когда я их ловлю с поличным, они говорят мне, ну и что? Она больна, ей нужен чай с лимоном. Тебя не было. Тем более, посторонний мужчина не должен устраивать чайпитие с женщиной, когда мужа нет дома. Она тебя звала? Она тебя звала? Да. В каком смысле? Она стонала. Это разные вещи, Флим. Зовут кого-то конкретно. А стонут вообще в пространство. Ладно, подвинем сахар. Понастроили посуду. Помоги, помоги, помоги. Так. Взяли. Чёрт ты, англичане! Сколько нормальных людей можно было бы накормить таким куском сахара? Сколько можно было бы сделать конфет, леденцов для девушек? Или, помнишь, у нас выпускались там, ну, такие вкусные, коричневые. Тирочки. Да, а здесь таких не делают. Да нет, я же ничего не говорил. Страна у них действительно развитая. Ну, это кто думал, страна развитая? Дороги тут ровные, потом это, дома, кэбы. Это что? Ну, экипажи. Слушай, ты никогда не думал о том, чтобы вернуться? Нет. Может быть, король тебя уже простил? Я же сказал нет. И потом, что значит простил? Это я его не простил, поэтому я не возвращаюсь. С прошлым покончено. И теперь я живу здесь. Я англичанин. И мне здесь нравится. Чего смеёшься? Я не смеюсь. Я англичанин. Да, конечно, не кричи. И мне здесь очень нравится. Хорошо, хорошо. Ты англичанин. Англичанин. Главное, он меня простил. Ну, извини. Главное, он меня простил. А почему ты не возвращаешься, Флим? Я придумал, как зачерпнуть чай. Нужно, чтобы один встал на другого. Я готов встать внизу, потому что я выше. Ты выше? Ты выше меня? Не перестань. Всегда считалось, что я выше. Вспомню, в армии. И на балах. Я был в первых парах. А с тех пор прошло много времени. Ну, давай померяемся. Давай, но трудно без арбитра. Пойдём к Бетти. Зачем сюда впутывать Бетти? Какие у тебя туфли? Такие же, как у тебя. Вот сколько раз мы с тобой меряемся, и каждый раз ты ищешь какие-то причины. Хорошо, хорошо, хорошо. Внизу встану я, потому что я сильнее. Становись где хочешь. Но имей в виду, я вынужден буду пройтись по тебе ногами. А что ещё-то от тебя можно ожидать? Лилипут несчастный. Я лилипут? Лилипут. Я лилипут? Лилипут. Кто говорит-то? Говорит-то кто? Это кто же это говорит-то, а? Тоже лилипут. Ты глупый. Да, я тоже лилипут. Вот так. А я-то всё ждал. Когда же к тебе вернётся чувство юмора? Твоё великолепное чувство юмора. Ну ладно, хватит. Полезли. Да? А ты меня не уронешь? Не знаю, как пойдёт. Давай! Пошёл! Ещё! И я-то не уронил. А-а-а-а! А-а-а-а! А-а-а! Ух ты! Какая перспектива! Ну что? Что? Что там? Хозяин отпил половину чая. Ну? Ну и что? Что теперь? Да, что-нибудь придумаем. Ты поосторожней, а то свалишься, а мне отвечай. Ты за меня не бойся, Рель. Какая перспектива. Незабываемый зрелище, Рель. Когда Бэти выздоровеет, надо будет слазить с ней. На буфет. Ух, какой вид отсюда. Знаешь, виден край буфета. Ну, хватит болтать-то. Слезай. Погоди, пока фляга наполнится. Флим! Можно я задам тебе один вопрос? Ну? Тебе очень нравится моя жена. Ты чего молчишь? Думаю, как ответить. Скажу, очень обидишься ты. Скажу, не очень обидится Бэти. Я скоро уеду от вас, Рель. Куда это ты уедешь? Перееду в другой город. Зачем? Надо же как-то со всем этим кончать. Мы с Китаем все вместе, только мучаем друг друга. Я уеду. Ты пропадешь один. Найду какое-нибудь занятие. Все-таки я пианист, Рель. Я неплохой пианист. Не говори ерунды. Ты видел здешние инструменты? Каждая клавиша как бревно, как ты собираешься играть. Ногами, Рель. Я все продумал. Если быстро прыгать с клавиши на клавишу, то получается совсем неплохо. Я уже репетировал. Серьезная вещь, конечно, не сыграет. Но популярные мотивчики звучат неплохо. Перестань, ты серьезный музыкант. Ты не должен опускаться до примитивных мотивчиков. Кто здесь знает, что я серьезный музыкант? Я знаю. Петти. Вот почему я и хочу от вас уехать. Слушай, не говори ерунды. Унизительно прыгать с клавиши на клавишу точно блоха. Ты человек. И не должен терять свое достоинство. Потом ты мой друг. Ты любишь мою жену. И главное, мы оттуда. Три нормальных человека в этой огромной богом проклятой стране. И нам обязательно надо держаться друг друга. И не бросай нас, Флим. И не бросай нас, Флим. Да, хорошо, Рэль. У меня так фантазии. И приходи к нам даже тогда, когда тебя и не зовут. Тебя не зовут? А ты приходи. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...